Я типа актёр, но не типа актёра, а вроде как. А где у тебя военник? Нет, Максим, я тебе это рассказывать не буду. Ты провокационно образунаешь, Максим? Ну ладно, не буду рассказывать всё, правда. Давай остановимся. Русь, чего ты хочешь от меня? Вот масса с такой интервью немного экзистенциальной драмы немножко. Про потоки смысла, про что театр, про что вообще. Не понял, почему-нибудь спросил, если моя семья, мне 29 лет. Нет у меня семьи. Начнём по порядку. Моё детство проходило в деревне. Там бабушка мне одна жила в деревне. От Рыбинска до километров где-то 150. Надо идти в лес туда 12 километров пешком. Нескорая туда не может приехать. Магазин два раза в год привозят товар. Сейчас там живёт человек пять, наверное. Когда-то жило 500 человек. Но там нет дороги, то есть там такая просёлочная дорога. И вот там, конечно, была полная свобода. Ты там как сорняк. Потом я приезжал к другой бабушке, это в Донецк. А она была такая советская интеллигенция, где было всё очень чётко, последовательно. Я слушал каждый день какие-то выговоры, какие-то наставления. Вечно всё было не так. Потом в Рыбинске во дворе общался с такими ребятами, не совсем, так сказать, из благополучных, что ли, семей. А учился при этом в лучшей школе города, в лицее номер два. И занимался там физикой, математикой. И был не там, грубо говоря, не там до конца. И это состояние вот это, ну, между вот этих структур, пограничное какое-то состояние, оно у меня уже не так мало времени, я у меня нахожусь. Не скажу, что там учёба в Бауманке – это совсем не моё, и наука – это всё ерунда. Там первые два года. Мне прям это очень нравилось, потому что это была высшая математика, очень много разных видов. Линейная алгебра, дифференциальное уравнение, интегралы, вычеты. Да там потом это высшая физика, разные разновидности. И это тоже как бы отчасти гуманитарные науки в каких-то пределах своих. Это очень интересно. Потом мы ездили на автоваз в Тольятти на практику на две недели. И я понял после автоваза, при том, что завод очень крутой, действительно. Инженерам понял, что я не буду. Слово серебро с ума сошёл, да на разум набрёл. Смотри. Это про меня, наверное. Это про то, что сейчас прям. Видишь, Максим, что непросто. С другой стороны, я играл там в КВН, в Забауманскую команду. Мы там ездили в Сочи пару раз. Туда приезжает там 500 или 600 команд. Там все напиваются, гостиница «Жемчужина». Мы там ничего не заняли, потратили все деньги по правкома. Когда ты молод, тебе там 19 лет, у тебя связи всякие. То есть в этих институтах, когда ты играешь там в КВН, как правило, у тебя всегда в правкоме какие-то связи. Все там типа чертят. А ты такой ходишь по институту, такой немного, там, ты знаешь ректора, проректора, как бы декана, ну, такой девочки какие-то. А в Бауманке там девушек, у нас в группе была одна девушка, потом она перешла в среднюю группу, и у нас вообще не было девчонок. На третьем курсе, на четвертом уже вел там концерты в этом ДК Бауманском. Был такой крутой человек. Вот этот фестиваль КВН крут тем, что ты видишь все поколения. Туда приезжают от самых там молодых команд до самых там типа прожженных, до каких-то, которые сейчас топовые. Ты прям видишь весь тот путь вот КВНщика. Я просто увидел наглядно, как бы кем я был в КВНе там два года назад, кто я сейчас, и вот что меня там ждет через два года, через пять лет. То есть я понял, что в этом можно существовать, ну, еще там года там три, там четыре, а дальше начинается какой-то странный такой пробел, либо там идти вести свадьбы, либо быть ведущим. Я понял, для меня, ну, в этом нет какого-то такого поиска. Я понял, что надо сейчас что-то менять. Вот пройдет два года, как бы, и это все пройдет, ну, то есть надо будет уже заниматься профессией, либо там инженером быть, либо вот и быть таким, как бы, непонятным человеком, который там всем. Это было крутое время, на самом деле, такого тоже поиска. Но потом я понял, что это никуда не может развиться. Произвожу впечатление, да, от человека, которого можно отхватить. Я тебе что, дед? Я тебе что, дед? Я тебе дед? Это ты сейчас целью для Фейсбука, чтобы я так сказал, да, типа для Ютьюба. Я просто хочу стать твоим агентом. Эксплуатируйте меня в другом жанре, да, могу заплакать сейчас. Я узнал, как тут заплакать, оказывается, ты знаешь как? Хоть я тебя научил. Макс. Да. Мы плакали, да. Да слушай, это амплуа как-то я, ну, не то, что прям супер в этом амплуа, но вот у меня сериал там вышел, но он уже и прошел. Максим, ведь. Филфак. Ну, то есть, я на себе особо пока не чувствую этого амплуа, слава богу, у меня есть какие-то роли разносторонние. Ну, конечно, я понимаю, что такая опасность, наверное, есть, так сказать, поживем, увидим. Хотя мне тут на съемках однажды сказали, что я очень опасный, произвожу впечатление очень опасного человека. То есть, там ты себя так не ощущаешь? Вообще не ощущаю так, просто себя супер опасного. Мне, на самом деле, это польстило даже немного. Ну, это в сторону Джека Николсона, там, знаешь, то состояние, когда ты не можешь предугадать человека, не можешь так сканировать его мысли, поскольку они там такие ветиватые, путанные, и... А этот человек научился ими как-то владеть, то он может, наверное, произвести впечатление такого опасного человека. В этом есть опасность, что не знаешь, что от него ожидать. В поисках утраченного времени. Такое просто? Да, ты не читал? Мне кажется, это для актеров, особенно для русских актеров, это что-то очень полезное. Потому что это очень сильно тебя замедляет, твой ритм. Якобы есть такое предвзятое отношение, что русские актеры – это что-то такое очень темпераментное, ну, такое что-то правдивое, знаешь. Но при том, как бы, лишенное какого-то большого количества нюансов и подробностей. Ну, как бы, я отчасти с этим согласен, ну, если брать, там, соотношение с европейским актером, ну, если в каком-то очень грубом приближении, в каком-то, ну, невероятно таком пошлом грубом про это говорить. В этом есть доля правды, что, ну, как бы, и там, вот я учился консервкой Ачарайкина. Не то, что нас учили, там, не думать, нет, это неправда, но, например, мне легче, как бы, очень так, ну, на эмоцию такую открытую перейти, такой темпераментную сразу. Им, как бы, это сложнее, подготовиться как-то там, но, мне кажется, для актера эта книга реально очень полезна, потому что не только даже для русских, вообще для всех актеров, она учит такому понятию, как замедлять, ну, как бы, ритм внутренний. Потому что вот эти длинные монологи его, вот эти прустовские, они как-то тебя, ну, ты понимаешь, насколько вообще можно просто простроить внутренний монолог и насколько он может быть, ну, нюансирован. У меня даже просто читать это, как бы, иногда не хватает оперативной памяти. Вот для меня такое открытие, вот этот вот Фолкнер, потом вот Томас Муанн и вот сейчас Пруст и вот в предвкушении Джойса, наверное. Томас Муанн такой случай, когда, там, ты идешь по городу и садишься в кафе. У меня такое впервые вообще было, ну, в жизни вот с книгой, когда ты реально, ну, прямо расслабляешься, то есть ты физически даже как-то успокаиваешься. Ну, прямо вот так вот, как техника release and drop, contemporary dance, вот это вот. Ну, у меня волнами, Максим, знаешь, у меня такой организм творческий. У меня вот настроение меняется раз по 40 на день. Ну, конечно, я как человек, я очень мозговой, очень рефлексирующий. У меня вот здесь вот как бы все, ну, постоянно работает. И когда-то я борьбой занимался, например, или вот танцами я занимаюсь, иногда получается как-то отключать. Это очень крутые ощущения. Очень много энергии у меня тратится на вот эти вот копания какие-то, мысли, переживания. Но, с другой стороны, когда это все отключается, у меня возникает какая-то невероятная такая животная какая-то, что ли, энергия. Я даже сам не понимаю, откуда она берется. То есть это две такие вещи абсолютно несовместимые. Вот какое-то вот такое деревенское что-то просыпается, какая-то такая, знаешь, очень такая внутренняя свобода. Я вдруг ощущаю какую-то невероятную силу. И потом опять это какая-то такая очень рефлексирующая какая-то такая, какая-то такая улитка. И потом это все полярное что-то такое невероятное, такое, блин, не поддающееся никакому вообще анализу, блин. Такое, и сам я вообще не понимаю, даже сам от себя иногда. Ну, просто очень большая энергия, чувствую ее. То есть она либо здесь, она как бы не дает покоя, либо где-то вот здесь как бы. Вот я, например, уже сейчас про себя иногда понимаю, что здесь у меня перепад настроения. Мне надо просто подождать, там, два часа. То есть раньше я бы думал, блин, что делать, я бы загонялся как-то. Или наоборот, я бы очень сильно там блажил как-то, знаешь. Это состояние, ну, пройдет. И это как бы не есть такое состояние, там, меня. Просто вот, например, сейчас у нас был такой сезон, вот мы там репетировали с Владом Оставшим. У меня был выпуск с Ежиной, с Джебежем. И это были такие все очень мозговые дела. И они как бы все равно откладывают на тебя такой некий отпечаток. Надо всегда как-то себя нагружать именно вот какими-то бытовыми физическими делами. Тогда я вот на этом балансе чувствую, как это очень такое состояние. Такого, ну, как бы вот, вот ты поймал такой вот. Барри Линдон. Стэнли Кубрика. Ну, Линч, наверное. Нет, Трифот, Францой Трифот. Да. Нет, Кензо Медзагути, мой любимый режиссер. Рассказы Шукшина в театре. Ну, так в школе-студии увидел. Самое сильное театральное впечатление было тогда от него. Наверное, сейчас бы не так уже вставило бы. Как зрителя себе смотрел? Да, конечно. Ну, Франк Кастров, наверное. Ну, Херманис, Владом Ставшин, Кита Семенович, Богомолов, Константин. Ну, я уважаю этих людей всех, как режиссеров. Личная жизнь. Детство. Рыбинск, деревня. Саундтреки к фильмам. Ну, вот сейчас электронную какую-то музыку слушаю. Ну, рэп мне нравится еще. Русский рэп. Рэп какой-нибудь бы делать хотел. Ну, вот именно читать бы рэп хотел, наверное. Ну, может, петь что-то такое бы в стиле жадосцена. Такое лирическое вот из 80-х. Алла Пугачева, что-нибудь такое вот. Поспать я люблю вот очень. Ну, когда вот отдых прям очень много, господи. Могу там три дня проспать. Ну, путешествовать люблю. Люблю читать журналы про военную технику. Про технику вообще. Бамбанская такая еще страсть вот сидит за мной. Ну, Францик. Я фанат Франции. Это, наверное, как-то вот связано с трифов, с этой новой волной. Ну, то, что мама делала когда-то, наверное, бабушка. Что-то простое. Опять-таки включишь трек про щи вот этого вот. Картошка, я не знаю, щи вот эти вот. Котлеты все эти, наверное, там. Курица с пюре. Ура, у меня почему-то с детства такие вот это было. Блин, прям жрать захотел даже сейчас Макса. Ну, погоди. Тинпикс. Наверное, монархия. Конституционная. Христианство. Когда будет смотреть мои видео, будут грустить люди, да, Максим? Не грусти, человек. Да никакого напутствия. Какие напутствия, Максим? Напутствия. Просто не грусти, человек. Если... Вот. Напутствия. Увидимся через неделю. Это канал Google Center. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем привет. Не попадайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok